Новое видео выходит каждый день в 20.00. На своём канале я в какие-то, знаете ли, незапамятные времена уже обсуждал сборки GTA-самп-ютуберов. Правда, говорил о том, что стиллер в сборках GTA-самп-ютуберов это более чем нормально. Не сказать, что это хорошо, но и не сказать, что это плохо, это нормально. Однако сегодня мы вообще поговорим о сборках как о таком явлении. Вы можете себе представить, кто-то построил весь свой канал, собрал всех подписчиков и просмотры и лайки исключительно на сборках. И я таким людям абсолютно не завидую, потому что вся их карьера, если так можно сказать на ютубе, превращается в создание каких-то новых, новых и новых сборок. Поначалу, вы знаете, я относился к сборкам абсолютно нейтрально, сейчас я отношусь к ним негативно. И нет, не потому что туда заливают стиллеры, да и не только, просто потому что я считаю, что собрание вот этих вот сборок и их обзор это абсолютно бесполезный контент. Ну, абсолютно, блять, бесполезный контент. Мне в целом, блять, не пони... Ну да, ладно, хорошо, сделал ты сборку, чтобы люди поиграли. Или выкладываешь её просто в своей группе ВКонтакте, или на странице ВКонтакте, или там, я не знаю, в Инстаграме и всё. Но ты делаешь отдельный ролик, куда вставляешь две рекламы, блять. Две нахуй реклам... В чём твоя проблема? Я просто не понимаю. И чаще всего эти сборки, они не работают, блять. Ну серьёзно, я качал сборку от Вертеича. Качал сборку от Владислава Павлова. Это просто какой-то полнейший пиздет сборка от Вертеича, блять, крашится там. Она очень красивая, безусловно, Вертеичка, она крашится, блять. Я не понимаю, как вообще такое возможно, нахуй? Сборка от Владислава Павлова у меня вообще, блять, не запускается. Я, блять, я, возможно, один такой, или что, у меня компьютер какой-то хуёвый, или что. Да какой нахуй компьютер я запускал на ноутбуке, блять? Сборка Владислава Павлова не запускает. Запускал на компьютере, блять, на компьютере также не запускается. Блядь, я не знаю, Влади, ты чё, блядь, ты проклял эту сборку или что, что она на мне, блядь, не запускается? У всех всё работает, у меня, блядь, сборка от ебучего Владислава Павлова, блядь, не работает, я не понимаю. Блядь, сборки, охуительный контент. Э, чуваки, вот я сегодня собрал сборку, вот сейчас я вам буду её показывать. Включается вот этот вот музыка, вот эта басуха, бут-бут-бут-ба, ебутёлку на аннексии. И там вот это вот, звуки выстрелов, блядь, карпаки, блядь, наборы скинов, это, 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 это абсолютный пиздец, я не понимаю. И ладно, мне похуй, если бы там не набиралось такое багромаднейшее, блядь, количество просмотров. У Владислава Павлова на его удалённом, кстати, канале, ха-ха, удалён, ну, типа, понял, ну, типа, удалили канал, и, пф, удалили канал Владислава Павлова. Ха-ха, ну, смешно, конечно, смешно. Я так пост-ироничный смех пытался изобретить него, в общем, очень смешно, что удалили канал у Владислава Павлова. Так вот, у него, а-а-а, вот, один из самых популярных таких вот роликов на его канале, это была сборка, там, какая-то с ультра-мега-пупер-дупер, блядь, блутер, нахуй, графика с бластером, голыми женщинами, нахуй, и так далее. И я, блядь, я не знаю, нахуй, почему вот эти вот видосы по сборкам, они настолько популярны. Даже я на своём основном канале выпустил ролик про сборку, где я просто обстебал абсолютно всё, что только можно было, и ролик, насколько я вот сейчас помню, набрал около четырёх тысяч просмотров. И если вы хотите, на данный канал я тоже могу выложить на примере такого ролика, если вы сейчас такие, мгм, сборка, сбой, видос про сборку, а что-то я такого не припоминаю. Просто на данном канале очень много ньюфагов, которые абсолютно не выкупают половину, возможно, даже больше половины того, что я делаю, когда выходит ролик про Данила Геррера, они отписываются, когда слышат в ролике именно Данила Геррера, они отписываются. Просто думая, что я травлю классного и хуительного, блядь, пиздатого человека, на самом деле это не так. И я в будущем думаю, что нужно будет вам рассказать о том, кто такой Данила Геррера, возможно, перевыпустить сам по обзору, это вряд ли, это опять же вряд ли, не слушайте ни в коем, ни в коем случае не слушайте меня, блядь. И вы знаете, еще одна проблема вот этих самых сборок, это то, что большинство вот этих самых людей, которые делают эти сборки, они выкладывают их на Сэдквест, выкладывали до недавнего времени. И канал у них, разумеется, не забанен, потому что как только забаним Владислава Павлова, они сразу почистили все эти ссылки, сейчас они там как-то через Инстаграм вот это вот все сборки, вот эти вот все отпускают, распространяются и так далее. Но вот когда, это просто пиздец, и блядь, вот эти вот сборки, они настолько сильно убивают канал, что просто пиздец. Наглядный пример, заходим на канал Санти и его мать сосала, заходим на канал, 48216-220 подписчиков, в общем, после моего ролика, видимо, прирост у него был огромнейший. А, так, в общем, 50 тысяч подписчиков практически у Санти и его мать сосала, вот, 2500 просмотров, 890, 1200, я думаю, не нужно вам рассказывать, до чего доводит Сэдквест. Идем дальше, канал Дапа Шоу, Дапа Шоу, 100, ну, 113 тысяч подписчиков, Дапа, поздравляю тебя, рад за тебя очень сильно, то есть, то, что ты апнул 113 тысяч подписчиков без Сэдквеста, наверное. Вот, и, значит, смотрим, у Дапа он чем прославился? У него было очень много FPS апов, и эти самые FPS апы, да, привели его к более чем 100 тысячам подписчиков. Однако, если посмотреть на просмотры, 27 тысяч, 25, 17 тысяч, 21, 11 и 32, ну, ладно, Дапа, он еще, знаете, он более-менее как-то живет. Вот, Дапу еще повезло, что так все получилось, потому что, ебать, тут по 11 тысяч просмотров. В общем, ладно, ладно, то есть, очень жалко мне людей, которые, вот, угробили канал при помощи Сэдквеста, если вы не смотрели ролик про Сэдквест и о том, как он убивает канал, то можете посмотреть, если мало ли, вот, вы не видели, а хотите посмотреть, узнать, хм, а почему это Сэдквест убивает канал, я вроде бы им пользуюсь, и пока что все нормально, пока что все нормально. А вот, начиная от блокировки твоего канала, заканчивая тем, что ты набираешь себе просто неактивных подписчиков, вот этим вот самым Сэдквестом. Я вообще не понимаю. В общем, ладно, я думаю, что я сказал все, что хотел. Всем спасибо за просмотр данного видеоролика, не делайте сборки, не пользуйтесь Сэдквестом, всем пока!